Приветствую вас, дорогие мои слушатели, зрители, собеседники, соучастники написания словесных акварелей. Если вы помните, то вчера мы с вами подняли достаточно интересную и необычную тему о внутреннем состоянии человеческой души, о том, что нас наполняет. И сегодня мне хочется поговорить с вами о антитезе гордости и смирении человеческому. Гордыня – существительное женского рода, первого склонения, соответствующим суффиксом. «Инь-ынь» – гусыня, гордыня, бодиня. Говорят, что она – это самая гусыня, гордыня, самая цепкая, самая липкая и самая убийственная страсть, которая только может воздействовать на нашу душу. Страсть, преимущественно обнажающая свой демонический характер. И, наверное, для начала нужно было бы дать ей гордыне или гордости определения. А еще прежде вспомнить, что советская эпоха во многих своих аспектах, неплохая, как мы сейчас видим, все познается в сравнении, характеризовалась емкой рубленной фразой одного пролетарского писателя, не слишком дорогого и любимого для русского сердца. Человек – это звучит гордо. Чувство законной гордости переполняло душу homo sovieticus – советского человека. Вот почему людям пожилого возраста, моего, то есть бальзаковского, не весьма легко разобраться с этим вопросом, ибо в наш обиход вошло слово «гордость» с положительным значением. Вы – гордость нашего жилищного кооператива. Мы с гордостью утверждаем, что по числу кузнечиков и саранчи превзошли в этом году соответствующие штаты Америки. И я, как филолог и преподаватель русского языка, не стал бы морщиться при подобных фразах, потому что речь, конечно же, не идет о пороках человеческой природы. Хотя мне всегда приятнее заменять в данном случае слово «гордость» на другое существительное – «радость». Вы – наша всеобщая радость. Мы радуемся тому, что Россия мало-помалу обретает свой политический, экономический суверенитет, несмотря на лукавые санкции, неизвестно кем, неизвестно для чего, а точнее очень хорошо известно для чего на нас наложены. Но давайте от филологии обратимся теперь к существу вопроса. Что ж такое гордыня? Мне кажется, что это тяжелейшая болезнь человеческой души. Души, которая впала в ложное, или, как говорят на церковно-славянском языке, – это прелестное, исполненное самообольщение, состояние собственной самодостаточности. Человек гордый, согласитесь, невольно, интуитивно, а иногда и совершенно открыто. Это, почитайте, молодого Маяковского или Есенина, изобразавшего до поры до времени из себя всесветного, даже вселенского хулигана. Ставит себя в центр всей вселенной, исповедует философию пупа всея земли. Между тем, братья Стругацкие когда-то, очень давно, еще в прошлом веке, написали весьма умную книгу «Трудно быть Богом». И если создатель – источник смирения и любви, то жалкая тварь дрожащая, человек, не соблюдший, как и падший ангел своего достоинства, поднимающий питу на собственного творца, бывает и смешон, и жалок, и, я бы даже сказал, отвратителен в своей гордости, которая, взирая на солнце, закрывает его ладонью со словами «Солнце». Нет! Гордостью, которая отрицает бытие творца и отмахивается, как от надоедливой мухи, от мысли о нем суди всеправедном. Нет правды на земле, помните Сальери, но нет ее и выше. От подобных слов сотрясается небосвод, а архангел Михаил тотчас вынимает из ножен свой огненный меч, но удерживается божественным перстом, потому что здесь, на земле, каждый из нас сам выбирает для себя путь и курс, сам либо посвящает души прекрасные порывы к стяжанию трезвого мыслия, смирения, познания своей меры, обретает мир в душе своей, либо, как индюк, распространяет свой зоб через мнительность, похвальбу, тщеславие, зависимость от чужого человеческого мнения, и, наконец, лопается, словно мыльный пузырь, терпя неизбежная фиаско в любом роде деятельности, какой только не предпринимает, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение – это небесное добродетель. Смирение не вырабатывается собственными силами, но исключительно с Божьей помощью, когда человек тужится, предпринимает усилия, ожидая успеха от Бога. В чем оно – благословенное смирение, доставляющее сердцу ощущение сознания, покоя, мира, счастья и любви? Во-первых, в том, чтобы знать собственное место, критически относиться к себе самому, всегда придирчивым взором осматривать деяния, слова, намерения своей души, никогда не почивать на лаврах. Все доброе, что с нами свершается, не просто приписывать Богу, а видеть, воспринимать, как милость Господню, нам не вполне принадлежащую. Человек смиренный осознает свою взаимосвязь с Создателем, зависимость от Него, а поэтому и за большое, и малое благодарит Господа своего, а тайно испрашивает Его милость, и, получая божественное подкрепление, ставя себя мысленно на последнее место, каждому выдает респект, уважение и любовь, довольствуясь сознанием, что Он, как ни мал, как ни незначителен, является орудием всеблагого промысла Божьего. Ах, как нелегко стяжать подлинное смирение, которое ни в коем случае не есть уступка чужой наглости и дерзости. Но необъятного не обымешь, дорогие друзья, я думаю, у нас еще будет повод с вами поговорить, не спеша пофилософствовать об этих предметах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова